Некоторые виды памятников сторонники Кремля не любят особенно сильно. В первую очередь достается монументам репрессированным иностранцам. С начала полномасштабного вторжения якобы внезапно исчезли уже как минимум 11 таких мемориалов. Власти на это никак не реагируют, либо же сообщают о якобы анонимных патриотах. Примечательно и национальная принадлежность мемориалов. Исчезают только памятники репрессированным литовцам, украинцам и особенно часто полякам. По словам экспертов, снос этих памятников – часть государственной пропагандистской кампании. После 24 февраля 2022 года мы наблюдаем изменения отношения к памяти в первую очередь о советском государственном терроре, но и вообще к российскому дореволюционному государственному насилию. Эти памятники напоминают о преступлении государства в отношении собственных или чужих граждан. Они десакрализируют государство и вообще говорят, что оно может быть преступным. Александра Поливанова, исследовательница памяти в комментарии BBC. Снесли также памятники военным из якобы недружественных России стран в Ленинградской, Белгородской и Воронежской областях. Массово пропадают с домов мемориальные таблички репрессированным. Летом на это обратили внимание в организациях, которые устанавливали памятные знаки. Такая государственная политика соответствует нескольким признакам фашизма, согласно итальянскому философу Умберто Эко. Речь об абсолютной героизации прошлого и отсутствии критического подхода к своим воззрениям. Война с памятниками — это никогда не про прошлое. Это всегда про будущее, те идеалы, которые собирается то или иное общество доносить будущим поколениям. Проводится ревизия истории на предмет умалчивания собственных стадливых страниц и, наоборот, возвеличивания и монополизации всего, что на сегодняшний день является героическим в понимании путинского режима и что может помочь сейчас в милитаризации российского сознания. Вместо неугодных памятников Москва пополняют Россию новыми. Например, философу-фашисту Ильину, оккупантам, которые погибли в Украине, или диктатору Иосифу Сталину. Последнего на одной из церемоний открытия монумента назвали «Великим гуманистом». А в Кировской области пошли дальше и с почестями похоронили памятник советским солдатам. Из-за возраста скульптуру решили заменить новой копией. Но уничтожить старую власти не решились. По словам историков, такое идолопоклонство демонстрируют все тоталитарные режимы. Карнавал с памятниками в России происходит из-за того, что Россия окукливается, идет обратно в пещеру. То есть она разворачивается от Европы, опять сорвала с себя, так сказать, европейскую маску. Если вы посмотрите там Северную Корею, Садамовский Ирак, везде, везде, везде такой фанатизм вокруг этих памятников. Кремль очень избирательно подходит к тому, какие памятники считать достойными сохранения. Так, например, после смерти основателя ЧВК Вагнер Пригожина, кладбище вагнеровцев и их монумент под Самарой сравнялись с Землей. Данила Кобза для телеканала Freedom.